Привет, ребят! С вами Полина Червовой, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полины Червовой». Сегодня в этом видео я расскажу вам, где найти друзей для общения на английском, то есть это будут и носители, и неносители английского языка. Итак, если вам интересно, если вы хотите прокачивать свой английский и совершенствовать свою разговорную речь, то не переключайтесь. Итак, первое место, где вы можете найти друга для общения на английском, это встречи языковых клубов. Они проходят практически во всех более-менее больших городах. Как это происходит? Есть организатор, который задает тематику встречи, дополнительно, ну не всегда, но чаще всего, дополнительно рассылает необходимые материалы к этой встрече, то есть, например, тема путешествия, он отправляет какие-то базовые слова и выражения на эту тему, которые вам лучше знать, чтобы комфортно поддерживать беседу. Обычно такие встречи стоят недорого, в зависимости от города, конечно, от 200 до 1000 рублей, и вы можете несколько часов болтать на английском. Что важно помнить, если вы в первый раз идете вообще в незнакомую компанию, где вам нужно говорить на английском, и ваш английский может быть еще далек от совершенства, пожалуйста, не теряйтесь, не забивайтесь в самый тихий темный угол. Будьте открыты, общайтесь, не бойтесь, если там будут люди, чьи английский в разы круче вашего. Не думайте, что вы тупите, да, или вы намного хуже их. Нет. Во-первых, помните, что когда-то они тоже начинали и были таким же неуверенным себе новичком, как и вы, а сейчас они уже на середине пути или даже, может быть, в конце своего пути изучения языка, и они скорее для вас пример для подражания, чем демотивация, да. Поищите там людей, у которых уровень похож на ваш, или, может быть, чуть-чуть выше вашего, так вам будет комфортно с ними общаться, вы не будете чувствовать себя каким-то там супер дурачком. Нет, это слово. И вы не будете чувствовать себя некомфортно. Второе место, где можно найти друзей для общения на английском, это сайт Couchsurfing. Если вдруг вы не знаете, что это такое, я вам сейчас расскажу. Смотрите, это международная платформа, которая создана для того, чтобы знакомить людей со всего мира и помогать им путешествовать и бесплатно жить в той стране, куда они приезжают. Например, если я еду в Германию на несколько дней, я захожу на сайт Couchsurfing и пишу, то есть, ну, задаю параметры, что я еду в Германию, я одна, рассказываю о себе, да, там, есть небольшой профайл, в котором есть мои фотографии, рассказываю о моих путешествиях и мой рейтинг. То есть, люди, которые живут в Германии, решают, принять меня к себе в гости или нет. То есть, couch – это диван, а surfing – это искать, то есть, грубо говоря, поиск дивана, да. То есть, эти люди могут мне бесплатно предоставить диван в своей гостиной, где я могу переночевать. Если вы не хотите кого-то впускать к себе домой, потому что вам страшно, или не хотите у кого-то ночевать дома, потому что вам тоже страшно и комфортнее вам будет переночевать в гостинице, то вы можете сделать пометочку, что вы не принимаете у себя и не останавливаетесь у других, а просто хотите встретиться и познакомиться, и погулять. Вы можете познакомиться с Энди, например, из Америки и показать ему свой город, показать интересные места, которых не будет в путеводителе, сводить в крутые кафешки. Естественно, каждый платит сам за себя, здесь нету романтического подтекста, то есть, это просто знакомство и общение. Вы можете познакомиться, например, сначала с неносителями, так вам будет проще влиться в эту среду, и, естественно, человек не будет вам говорить, «Хей, ты бы сначала английский выучил, а потом бы уже мне город показывал», да? Нет, конечно же, лучше дождаться, когда у вас будет уровень elementary или printimedia, так вам будет намного комфортнее, вы будете увереннее в себе, но начинать вообще можно, в принципе, с любого уровня. Третье место, где можно найти друзей для общения на английском, это языковые курсы. Вы можете проходить языковые курсы в вашем городе, можете проходить курсы онлайн, как, например, мой авторский онлайн-курс «Марафон», на котором ребята знакомятся, созваниваются друг с другом, то есть, это не обязательно, они делают это по желанию, и начинают потом даже встречаться в своих городах, ходить вместе смотреть кино на английском или просто в своем городе болтать на английском. Кто-то созванивается по скайпу, болтает и тем самым разбирается со своим языковым барьером, то есть, уничтожает буквально свой языковой барьер. Ты меня отвлекаешь. Когда вы выбираете себе языковые курсы, обязательно смотрите, чтобы там не то чтобы поощрялось, да, а именно важным моментом было общение участников на английском языке. Если на языковых курсах вам будет просто долбливать грамматику, и вы не будете говорить на английском, то толку от того, что там будут ваши единомышленники, никакого не будет, потому что они уже тоже не будут говорить на английском, как и вы. Поэтому приходите именно на те курсы, где пропагандируют общение, максимально много общения, где все стараются именно говорить на английском и развивать разговорную речь. И последнее место, где вы можете найти друзей для общения на английском, это, конечно же, путешествия. Будьте смелее. Когда вы приезжаете в отпуск, вы ходите из своей ракушки, да, и старайтесь быть более открытыми. Русские люди более замкнуты, да, например, что не скажешь о европейцах. Они могут с тобой легко поговорить в очереди в магазине, поболтать, предложить тебе помощь. Поэтому приходите вечером в бар, берите бокал вина и знакомьтесь с иностранцами. Если вам не нужно вино для того, чтобы потерять свой страх, то не заказывайте вино и просто знакомьтесь с иностранцами, практикуйте свой английский. Никто не будет вам говорить, что у вас плохой уровень, или вы допустили ошибку, и вас будут только хвалить и говорить, что ваш английский классный, и помогать вам именно сломить ваш языковой барьер. Поэтому я желаю вам крутых путешествий, незабываемых встреч в языковых клубах, эффективного изучения на языковых курсах, и, конечно же, хоть раз попробуйте познакомиться с иностранцами на сайте Couchsurfing. Это будет незабываемый опыт. Я желаю вам классного дня, отличного настроения, и с нетерпением жду вас на моем онлайн-курсе марафон «Заговори на английском за один месяц». На этом курсе вы полюбите грамматику, начнете болтать на английском, и, наконец-то, поймете, что же говорят иностранцы, потому что мы прорабатываем не только грамматику, но и развиваем разговорную речь, а также работаем со слухом, чтобы наши ученики понимали, что говорят иностранцы, слушали песни, смотрели фильмы на английском. Я желаю вам успехов в английском, потрясающего настроения, и до встречи в следующем видео. А, и подробную информацию о марафоне можете найти и на моем сайте, ссылочка будет в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok